Доброе утро, проснулись, значит мы время 6.30 утра, уже помылись, собираемся и выходим. Вот такой вот вид с балкона у нас, это город Лобитов, городок явно бедный, а все эти крыщобы, все здесь, с утра пошли на стирку, к каждому дому идут треппинки, знаете какие-то щуки, камера аж запотела. Потому что влажность высокая и температура высокая, камера запотевает сразу. Мы сейчас в городке Лобитов решили трекаться по городку, посмотреть, вот здесь такая вот заводь. Смотри какая чистая вода. Чистая? Да, и вот тут прыгает рыба. Приехали небольшой ресторанчик на завтрак. Такой вот вид на ресторанчике. Сейчас сядем, перекусим и поедем дальше. А, Блом сказал, что есть будем в отеле. Ну, пойдем в отель, вот тоже тут рядом, через дорогу. Минус Ангола в том, что она не туристическая, и здесь сложно найти какие-то места, где, допустим, по дороге поесть, или по дороге переночевать. И приходится ехать до большого города. А в большом городе искать такие места. Вот, ну, что как бы каких-то высох там или знаков, что там еда, ресторан, таких нету. И поэтому мы питаемся либо в магазинах, либо как-то и застряемся. Ну, типа, сейчас нашли хороший отель. Пойдем перекусим. Пробираемся сквозь заросли каких-то деревьев к пляжу. Вышли на футбольное поле. Игорь предложил устроить товарищеский матч между сборной Анголы и сборной России. Я думаю, что это будет... Не-не-не, но ангольцы, зная великие таланты российских футболистов, и спугались, и спугались, и все разбежались. Не-не-не, нет никого. Будут играть с одной ногой, привязанной к телу. Только что был полный пляж футболистов, которых как ветром сдуло. В принципе, если убрать мусор, пляж неплохой. Посмотрите, какие неплохие классные. Сделанные из каких-то палок, связанные. Какой-то доской гребет. Вот это вам уровень жизни Анголы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ребята, мы едем, обсуждаем автомобиль. Началось с того, что я пошел на обгон, мотор не тянет. В ДАСТЕРЕ, то есть нету подрыва, зато экономичный мотор. И это для путешествий, когда ты приедешь в десятки тысяч километров, это гораздо важнее первое. Чем 7-минутный подрыв там, прям конь. Да, потому что все-таки формат путешествия такой, обзорный. Мы поэтому едем, смотрим, нам не зачем гнать куда-то. Но еще более важно, как я считаю, я думаю, Роман Савна согласен, это надежность автомобиля. Ну да. Ну вот мы проехали, получается... 20 с лишним. Не мы проехали, а автомобиль из Москвы проехал 20 тысяч километров. И ту-ту-ту. Никаких у нас к нему замечаний, нареканий нету абсолютно. Ну, при том, что он проехал такие реально как бы жесткие. Запад-Азвика, да. Это не Европа и даже не Россия. Да, в России на порядок лучше дороги и условия эксплуатации. Потому что здесь, ну, конечно, вы просто не видите это все, потому что нам не до съемок, когда мы въезжаем в такие как бы дороги, потому что они редко, резко начинаются. Просто там, ну, пипец. Я не знаю. Ну, если вы не знаете, то когда мы продавали Мерс, у него не было подвески уже совсем. У него просели полностью, как-то, ну, стаканы выдавились. И у него все амортизаторы были мертвые уже. Такие убитые были. Да. Это, считайте, он проехал только от Германии до Ганы. Это примерно половина пути вот того, что проехал Дастер. Поэтому Мерс красавчик и Дастер красавчик. Не, безусловно, на Мерседесе более комфортно. Но мне было бы безумно жалко на Мерседесе ехать по Африке. Просто вы не представляете. Мы ехали, каждый раз, когда едем, какая-нибудь плохая дорога начинается, то просто у меня сердце кровью обливается. И плачет Рома сидит. Да, мы едем там 5 км в час, все кочки, ямки объезжаем. Он каждой там ямкой скребет то крылом, то бампером, то где-нибудь нищим там шоркнет. Понятно, что мы тормозили Дастер, но тем не менее. Сейчас, кстати, дорога идеальная. Конечно. В Анголе в целом дороги неплохие, но бывают участки такие, что они прямо очень нехорошие. Растут покрышки? Растут покрышки, да. Вот как они появляются, значит. Не, ну, за 2 часа жрать охота. Ну, хочешь в первом побавшемся ресторане остановимся сейчас. До него еще 5 часов. 200 км. Да, 287 км. Ехать, вот навигатор пишет 5 часов. Давай так что-то... Подожди, стой, стой, стой. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Тормозите. 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 Куда ты? Сейчас увидишь. Что ты придумал-то? За грибами пошел. Кактусы колючие. Нафига ты цветы у кактусов оборвал? Это цветок. А, это не цветок. Это плод. Кактус называется опунция. Он съедобный. Срезаем шкурку. Ты из меня вегетарианца решил сделать? Короче, вот тебе отрезал, почистил. А ее так сгрызть нельзя, как яблоко? Да, да, попробуй. Только там кошечки внутри, они жестковатые. Подожди, стоим. Давай. Фу, мне. Ну как? Косточки не разгрызть. Косточки жесткие, да. Но она сама кисло-сладкая, такой привкус. Не могу понять, что она понимает, но съедобно. Вполне. Кстати, нам еще Маша, которая экспат, говорила, что очень много мин, и что нельзя сходить с дорог. Потому что это реально там эхо войны. Недавно закончилось, карт минных полей нет. Рома увидел чела, идущего по дороге с велосипедом. Ну пока мы за опунцией охотились. Да, и решил, что у него закончился бензин, а у нас есть в канистрах 30 литров. И решил дать ему немного бензина, чтобы он спокойно сел и уехал. Кто может долго идти? Устал, чувак. Не хочешь там? Боится у белых бензин брать. Думает, мы ему сейчас порадим его в 3-дорого. Понятно. Газолина, надо газолина, вот. Вот так вот человек в 100 метрах от своей мечты, от своей цели сдался. Так что, ребята, не сдавайтесь. Даже когда кажется, что уже все, может быть вы уже на самом финише. Газолина надо? Надо, а ты? А? Надо. Надо? Нет? Не надо газолина? Бега. Газолина. Газолина? Да. Конечно, чувак, что отказывался-то? Ему доехать, ему 2 литра хватит на 100 километров. Глянь, нормально все. Все. Вот так вот людям надо помогать, тем более на дороге. Конечно.